МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самая большая опасность – это первая, вторая мина, когда люди просто расслаблены. Именно поэтому здесь всегда на чеку. Наблюдатели сразу с нескольких точек постоянно всматриваются вдаль, туда, где находятся позиции противника. Они усилили разведку, соответственно, и мы тоже. Сейчас есть опасность прохода диверсионных групп для выявления наших позиций, как мы будем действовать в этой ситуации. Поэтому в данный момент мы усилили наблюдение. Российские боевики используют разные способы провокаций и не обязательно со стрельбой, рассказывают армейцы. В сторону украинцев могут запустить сигнальную ракету или проверять их терпение и реакцию, прогуливаясь во весь рост. Открыто по позициям он передвигается. Таким образом провоцирует нас на определенные действия, потому что мы очень редко видим противников в полный рост. Но бойцы не стреляют и не позволяют себе быть на виду. Еще сильнее маскируют позиции. Ходы между постами закрывают маскировочной сетью. Под ней же выращивают и огород. Небольшой огурцовый рай. Вот такие у нас огурчики. Мы украинцы. Мы люди, которые и обрабатывают землю, а не только воюют. Когда бойцы не на позициях, занимаются спортом. Но сейчас спортплощадка, сооруженная в безопасном месте, превратилась в настоящую парикмахерскую. Перемирие есть перемирие. Поэтому нужно в моменты тишины готовиться и приводить в нормальный человеческий вид личный состав. Эдуард много лет был ресторатором в Киеве и Европе. Но на передовой он, как и все его товарищи, в первую очередь боец. Готовый в любой момент взять оружие и дать отпор российским оккупантам. Мы будем продолжать в том направлении, как и во время боевых действий. Это инженерное оборудование позиций, маскировка, усиленное наблюдение за противником, изучение его, характера его действий и недопущение противника на наши позиции. Мы свою землю сдавать не собираемся. К возобновлению боев здесь готовы всегда, уверяют армейцы. На любые провокации дадут отпор. Игорь Меделян, Сергей Ильинский, Александр Чабан из Донецкой области, UATV.